МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ноябре-декабре 1941 года на Советско-германском фронте главная немецкая группировка наступала на Москву. На подступах к столице день и ночь шли ожесточенные бои. Но на северном и южном участках Советско-германского фронта постепенно намечался перелом в пользу советских войск. Соединения и части, действовавшие в районе Тихвина и под Ростовом, упорной обороной истощили ударные группировки противника. ВЗРЫВ Главнокомандующий на юго-западном направлении маршал Семен Тимошенко к началу ноября отвечал за фронт почти в 700 километров. В составе двух фронтов, южного и юго-западного, ему было подчинено 9 общевойсковых армий, но резервов не было. И тем не менее, в этой сложной ситуации Тимошенко рискнул предложить Сталину нанести противнику контрудар по мощной немецкой 1-й танковой армии, которая стремилась к Ростову-на-Дону. ВЗРЫВ Фронт растянут. Любая концентрация немецких сил может вызвать его прорыв. И все же командующий юго-западным участком обороны планировал контрудар – стратегическую ростовскую наступательную операцию. Он считал, что немцы выбрали главными направлениями Москву и Кавказ и был уверен, что сможет накопить сил и обрушить их на фланг группы армии Юг. Для проведения операции маршал Тимошенко резервов не требовал, понимал, что их все равно нет, лишь обозначил перед Москвой потребность в оружии. 30 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов, 250 станковых пулеметов, 200 противотанковых орудий, 150 полевых орудий и 200 танков. Ответ получил от генерала Василевского. Рассчитывать на помощь центра нельзя. Не забывайте о событиях под Москвой. Сейчас все оружие поставляется резервным армиям, которым в дальнейшем суждено сыграть решающую роль. Немного позже в том же духе высказался и начальник генштаба маршал Борис Шапошников. Помогать нечем. И все же Тимошенко видел, как ослабли порядки 1-й немецкой армии Клейста и как выгодно складывается ситуация для наступления. Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст во время французской кампании командовал танковой группой, в состав которой входили 5 танковых дивизий из 10, имевшихся у Германии. Теперь под его началом была ударная сила группы армии Юг, первая танковая армия, которая состояла из двух корпусов. 14-й моторизованный корпус включал дивизию СС «Викинг» и 16-ю танковую дивизию. 3-й моторизованный корпус, 14-ю танковую, 60-ю моторизованную дивизии, дивизию «Лейпштандарт СС Адольф Гитлер» и 13-ю танковую дивизию. Уже в октябре, когда танковая группа «Клейста» вышла к реке Меус, ее запасы горючего, боеприпасов и другого обеспечения были минимальны. Командующий группой Югфельдмаршал Герт фон Рунштетт высказал мнение, что следует на этом рубеже остановиться, собраться с силами и подтянуть резервы, иначе даже если захватить Ростов, можно его не удержать. По его распоряжению вдоль берега уже было начато сооружение линии укреплений, когда пришел приказ Гитлера. Фюреру нужен был Кавказ, и он потребовал наступать, невзирая на мнение Рунштета. Танковая армада «Клейста» решительно двигалась дальше, а Тимошенко продолжал готовить контрудар. Ростов был не просто крупным русским городом с полумиллионным населением. Он фактически открывал путь на Кубань к нефтяным запасам Кавказа и далее в Закавказе и Иран. Не имея резервов и получив отказ в помощи вооружениям, Тимошенко, тем не менее, скрупулезно пересмотрел состав всех своих соединений. В направлении предполагаемого удара он сформировал новую 37-ю армию. Это стало вторым рождением этой армии менее двух месяцев назад, окруженной и практически разбитой под Киевом. Ежедневно пополнение получали из дивизии Сибири, Дальневосточной армии, из Средней Азии, по Волжье, Татары, Башкиры там со всех концов пребывали. Ежедневно пребывали. Без танков, без техник невозможно было, понимаете? Одним трехлинированным винтовкой это балово. Немцы автомат имели, а у нас трехлинированная винтовка. Прежде чем наступать, мы должны иметь два-трехкратного размера больше превосходства. Вот тогда мы пошли в наступление. В итоге на участке предполагаемого наступления советские войска несколько превосходили немцев в пехоте и артиллерии, но значительно уступали в танк. Дальше, командир, ну что, трогаем? Войска получили зимние обмундирования, была сформирована значительная для Красной армии того времени автоколонна для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. По плану Тимошенко, 37-я армия должна была пройти по немецким тылам 100 километров и при этом форсировать четыре реки. Справа ее двумя дивизиями поддерживала 18-я армия, слева 9-я. Тимошенко считал, что немцы поспешат воспользоваться самой короткой дорогой на Кавказ вдоль берега Азовского моря через Ростов-на-Дону. Маршал приказал армиям Южного фронта на этом направлении создать эшелонированный оборонительный рубеж. Позже этот прием преднамеренной обороны успешно применит Жуков под Орлом и Курском, но Тимошенко был первым. Ему удалось верно оценить психологию немцев. Они, обладая превосходством, будут стремиться разбить советскую оборону, не отвлекаясь на значительные обходные маневры. Генерал-полковник Клейст 9 ноября начал наступление именно там, где его и ждали. Он настойчиво штурмовал оборонительные порядки Красной Армии, несмотря на то, что немецкие войска при этом несли значительные потери. По неполным данным, около четырех батальонов мотопехоты, более ста танков и бронемашин, около трехсот автомобилей и тридцати орудий. Успех оборонительного сражения 9-й армии сыграл важную роль в последующем развитии ростовской наступательной операции. Маршал Тимошенко все это время терпелево ждал. Только когда немецкие войска продвинулись достаточно далеко и ослабли в постоянных боях, он, наконец, отдал 37-й армии приказ начать наступление. Первый удар был нанесен 17 ноября одновременно с наступлением 1-й танковой армии Клейста, которая прорвала фронт на участке 56-й отдельной армии, защищавшей подступы к Ростову. Перед началом артподготовки провели глубокую разведку боем, проверить, не ушли ли немцы со своих позиций. И действительно, они отошли почти на 8 километров, оставив лишь боевое охранение. Новые позиции и накрыла советская артиллерия. И началась разподготовка. 15 минут один рубеж с расчетом, чтобы на каждый метр попался ряд. И огневой вал идет, 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 переносится по времени, с расчетом, чтобы пехота шла за этим огневым валом. Вот такой огневой вал шел. 19 ноября маршал Тимошенко напутствовал нового командующего новой 37-й армии генерал-майора Антона Лопатина. Перед вами сегодня силы противника ничтожные. Пока что противник стремится овладеть Ростовом. Основные танковые части его устремлены на Ростов. Вам представляется случай разгромить противника. Не теряйте времени, действуйте решительно. 21 ноября дивизия Лейбштандарт СС Адольф Гитлер вошла в Ростов. В этот же день ударная группировка 37-й армии разбила 14-й моторизованный корпус, чем создала угрозу флангу и тылу главной группировки Клейста. Занятие Ростова не дало немецким войскам никаких преимуществ. Они не могли развить свои наступления и были вынуждены перейти к обороне фронтом на юг, восток, а вскоре и на север. Ставка оценила сложившуюся обстановку как перспективную. Противник, понеся большие потери, занял Ростов. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает ударной группой Южного фронта повести решительное наступление с целью ударить по тылам группы Клейста, занявшей Ростов. Потеря Ростова не отменяет задачу удара по тылам группы Клейста, а наоборот усиливает необходимость занятия Таганрога. Выполнить эту директиву без подкрепления личным составом и боеприпасами было невозможно. Возникла оперативная пауза, которую маршал Тимошенко использовал для усиления войск своего направления.